МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина. И в ближайшие 20 минут о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. В Барнауле эвакуировали тысячи людей. Сегодня Гульвер оказался одним из 12 торговых центров, к которым пришли тревожные сообщения о минировании. К счастью, все сообщения оказались ложными. Из-за угрозы природных пожаров в Барнауле введен режим повышенной готовности. Окно в новый телевизионный мир. Я всегда с удовольствием смотрю все передачи. Накануне 9 мая ветеранам дарят цифровые приставки. В Барнауле сегодня эвакуировали тысячи людей. В торговые центры и офисы в течение дня поступали угрозы о минировании. На каждом объекте работали кинологи, спасатели, сотрудники скорой помощи. С подробностями Ирина Корчагина. Сегодня Гульвер оказался одним из 12 торговых центров, к которым пришли тревожные сообщения о минировании. Здесь 13 этажей. Эвакуировали всех с ресторанов, магазинов, фитнес-клуба. Нас оповещали неоднократно, по нескольку раз. И мы вот с тренажерного зала, кто в чем. Эвакуация сегодня прошла в торговых центрах Москва, Малина, Балтик-стрит, Бум и не только. Город Новоалтайск, торговый центр ЦУМ, что-то происходит здесь. Напомним, запугивать школы, детские сады, больницы и торговые центры начали еще зимой. Только в Бийске за февраль минировали более ста зданий. В Барнауле последние угрозы поступили меньше месяца назад – в краевую клиническую больницу, банки и магазины. Спецслужбам приходится реагировать на каждый вызов, ведь когда-нибудь он может оказаться неложным. Ощущение неприятное – оказаться под завалами или еще оказаться в этом. Потому что по времени прибытия немножечко службы запоздали. Я так ожидаю, что мы бы сгорели, наверное. Рассылает, то не знаю. Скорее всего, откуда-то и оттуда, со штатов. Кстати, усиленный режим работы сегодня был у служебных собак во многих городах. От Москвы до Владивостока поступали угрозы озаминированных зданий. Кто же наводит эту панику, будут разбираться следователи. Напомним, за ложное сообщение о теракте грозит до трех лет лишения свободы. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Из-за угрозы природных пожаров в Барнауле введен режим повышенной готовности. Распоряжение подписал глава города Сергей Дугин. Документ предполагает ряд требований к чиновникам и спасателям. Рекомендовано усилить меры безопасности для предотвращения возгораний. Тем более, впереди вновь длинные выходные. Дорожные службы должны организовать круглосуточное дежурство поливочных машин для быстрого подвоза воды в случае ЧП. Горожанам ответственные лица еще раз напомнят о соблюдении мер безопасности. Жителям частного сектора и садоводам вручат памятки и буклеты. И это не просто так. По статистике, всего за неделю в Барнауле произошло более сотни пожаров. Погиб один человек, трое пострадало. Противопожарный режим по-прежнему действует и на всей территории края. В регионе за неделю зафиксировано свыше тысячи возгораний. Причина – в большей части сжигание сухой травы. Мотосезон открыт. Обладатели двухколесной техники радуются. А вот инспекторы ГИБДД на стороже. Ведь еще до официального открытия сезона в городе произошло несколько ДТП с участием мотоциклистов. В одном случае два человека погибли под колесами мотоводителя. Не забыть о правилах движения байкерам, которые почувствовали свободу, помогут байкеры в погонах. Сезон открылся и для мотопатруля. С инспекторами на мотоциклах проехал и Андрей Дреер. Старший инспектор Максим Гилев только третий день на служебном мотоцикле. За короткий период уже остановил водителя мопеда, который был лишен прав за пьяную езду. Для этого и нужен мотопатруль следить за обладателями двухколесной техники. Мотоинспектор – тот же сотрудник дорожной службы, который летом пересаживается на байк. Ведь владельцы спортивных мотоциклов обычного патруля не боятся. А вот, например, от Максима Гилева уйти будет сложно. Ведь даже в своем самом опасном преследовании он вышел победителем. На своем байке я набрал скорость в районе 170 км в час. У нас было преследование с ним. Ну, то есть, впоследствии был он вновь задержан. Что меня удивило, что водитель, после того, как я его остановил, он вышел и пожал мне руку, потому что я сумел его задержать. То, что он тоже, наверное, себя считал неплохим водителем. Те, кого в народе называют мотопат, выходят на службу весной, как только позволит погода, и возвращаются в патрульные автомобили уже осенью. Как признаются инспекторы, за лето удается проверить столько мотоциклов, что под конец сезона они начинают повторяться. Здравствуйте, старший инспектор ДПС, старший лейтенант Глеб. Будет выводительская сервис, страховочка от вас. Проблемы есть, мотоцикл застраховать. Есть, на самом деле есть. Очень сложно это сделать. Тем не менее, хочется страховать правильно. Мотоциклисты – целая субкультура с особым отношением друг к другу. Но сотрудник полиции даже верхом на байке остается сотрудником полиции. Я думаю, к сотрудникам ГИБДД все насторожены относятся. В любом случае, нарушаешь ты или не нарушаешь. Это уже в нашем возрасте, это уже психологический барьер какой-то. То есть в свое время, когда нас отцы учили, гаишники, прячутся на заднее сидение там. То есть это все с детства закладывается. Ну, поэтому так получается. Даже если инспектор мотопатруля просто стоит на посту, байкер не может его проигнорировать. Мотоциклисты знают, что погоня, особенно на такой технике, завершится в пользу полиции. Но все же не только скорость, маневренность. Еще одно важное качество мотопатруля. Через любую пробку к месту ДТП они доберутся первыми. Но главное в их работе все же не допустить происшествий с участием водителей на мотоциклах за весь сезон. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. Бывает, что причиной аварии становится некачественное дорожное покрытие. Как раз сейчас в Барнауле стартовал ремонт дорог и проверки на тех участках, где асфальт пришлось укладывать заново после целой серии коммунальных аварий. Работу доделали, но с браком. К такому выводу пришли представители Общероссийского народного фронта. Специалисты выехали в рейд по улицам города, сделали несколько замеров и взяли пробы уже нового асфальта. Одна из остановок – пересечение проспекта Социалистического и улицы Молодежной. В марте здесь порвались трубы. Коммунальщики устранили ЧП и с помощью подрядчика вернули территорию Баловит. Правда, оказалось, что работы сделаны с нарушениями. Их можно увидеть и без всяких экспертиз. К примеру, в одном из мест общественники обнаружили кусок дерева, который, видимо, закрывал небольшую ямку на дороге. Не совсем качественно сделан ремонт. Собственно, то предложение, которое уже неоднократно Народный фронт обозначал привлечение подрядных организаций, на гарантии которых находятся объекты, это, наверное, правильное решение. Потому что тогда соблюдается технология, соблюдается технологический процесс укладки. Специалисты взяли здесь небольшой брикет асфальтобетонного покрытия. Результат в лаборатории должен показать, насколько правильно соблюдены все процессы производства смеси. Такие рейды представители ОНФ проводят регулярно. Устранять брак должен подрядчик, договориться с которым предстоит уже ресурсоснабжающий компанию. Продолжим. Окно в цифровой мир. Накануне Дня Победы на Алтае проводят специальную акцию. Ветеранам войны дарят телевизионные приставки для перехода на цифровое вещание. Анастасия Драган встретилась с одним из героев Великой Отечественной. А потом лес еще валил три месяца с женщинами под Тулой. Так что я натренировался. Весь 41-й Валентин Галкин еще в тылу строил оборонительные рубежи под Москвой. На следующий год уже в строю нес победу в Севастополь-Краснодар-Новороссийск. Свою войну он сохранил в стихах и в них же благодарил. И уходят от нас ветераны, словно в новый поход боевой, из которого им не вернутся вечен сон под солдатской звездой, а живые теснее сомкнутся, оглядев свой редеющий строй. Спасибо вам большое. Подарком ветерану стала цифровая приставка, чтобы и после отключения аналогового вещания в этом году телевизор работал. Я всегда с удовольствием смотрю, все передачи с удовольствием. Особенно, когда участвует глава нашего, ну Путина, короче говоря. Это бытовая техника, собственно, да. Я ничем не отличаюсь от магнитофона, от радио какого-нибудь, да. То, что знать, какие, скажем так, кнопками управлять и, в принципе, настроить может любой человек. Накануне Дня Победы и после праздника, говорят в министерстве, цифровой подарок после заявки получит каждый ветеран и в городе, и в селе. У нас есть ответственные ребята, ответственные люди, старосты в каждом селе. Мы перенаправляем эти заявки и соответствующую помощь оказывается. Совместно с РТРС мы обучили уже более тысячи таких волонтеров. Другим пожилым людям, например, в Первомайском районе, помогают на почте. Мы работаем, как вам сказать, через почтальонов, потому что такие бабушки как неходячие. В основном через них распространяем, большее количество. Но и так, кто приходит на почту, там платежи делают, получают пенсию самостоятельно, тоже приобретают у нас приставки. Почтальоны рассказывают, что технику все еще покупают не часто, хотя отключить привычное вещание должны были в июне, теперь его перенесли на октябрь. Но те, кто приходит, наслышанные. Каналов больше, качество лучше. Было 10, но они плохо показывали. А здесь, наверное, побольше будет. А здесь будет 20. Ну и без перебоя, без обонятской платы, это прекрасно. Стоит техника тысячи рублей. Подходит к любому телевизору. В почтовых отделениях по всему краю продают полторы тысячи таких приставок. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. С песнями, танцами и улыбками. Сегодня по краевой столице курсировал трамвай Победы. Это вагон, украшенный по образцу поездов, на которых участники Великой Отечественной возвращались домой в 45-м году. Почему организаторы решились на такую необычную акцию, как ее восприняли барнаульцы? В сюжете Ильи Кочеткова. Бойцы! Ура! 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 Едем домой! Ура! Был обычный трамвай, сегодня превратился в концертную площадку. Утром 8-го мая пассажиры первого маршрута с удивлением и радостью встречали молодых людей в военной форме фронтовых лет. «Домой с победой» – акция, которую решили совместно провести Барнаульская школа 53 и Горэлектротранс. Организаторы говорят, задумали ее еще два года назад, но удалось реализовать идею только сейчас. Мы хотели нашим горожанам, наследникам Победы, маленьким и взрослым, напомнить те эмоции, которые ощущали наши прадеды, когда ехали наконец-то с Победой домой. Прямо поднялось настроение. Вообще, праздник завтра, с праздником вас, ребята. Хорошо, что мы дожили до такого. Никогда бы не было войны. Вот этого хочется. Всех вас, всех нас. Такой замечательный праздник. Самый лучший. В целом в акции приняли участие 100 школьников плюс педагоги. Признаются, проблемой было найти ребят, хорошо играющих на гармоне. Сегодня они будут весь день нести творческую вахту на двух трамваях первого маршрута. А завтра, 9 мая, вагоны уже выйдут в рейс без них, но по-прежнему украшенные историческими транспарантами. Гляк Четков, Николай Шелко. День с толком. Уже завтра вся страна празднует 74-ю годовщину со дня Великой Победы. В этот день праздничные мероприятия пройдут по всей России, в том числе и в нашем регионе. В краевой столице торжества стартуют с самого утра. В 9 часов у мемориала славы состоится торжественное возложение цветов в память о погибших войнах. А через час на площади Советов пройдет торжественный парад и бессмертный полк Алтая. В его ряды встанут сотни горожан с портретами своих дедов и прадедов, воевавших Великую Отечественную. В час дня на главной сцене города откроется праздник «Спасибо за победу». В 2 часа на площади Советов состоится легкоатлетический пробег «Кольцо Победы». В 5 вечера на главной сценической площадке города сыграет Барнаульский духовой оркестр. А уже по традиции в 10 вечера прогремит фейерверк. Помимо центра города праздничные мероприятия пройдут во всех районах краевой столицы. Более подробную программу мероприятий можно увидеть на официальном сайте Барнаула. А начнутся торжества, посвященные 74-й годовщине Великой Победы, напомним, с возложения цветов на мемориале славы и парада. Кстати, накануне вечером на площади Советов прошла его генеральная репетиция. В ней участвовало почти полторы тысячи человек. Некоторым барнаульцам повезло увидеть, как тренируются военные, сотрудники полиции, курсанты, музыканты, духового оркестра. И не только. За действием наблюдала и наша съемочная группа. Взвод почетного караула Барнаульского юридического института начал подготовку к параду еще осенью. Каждый день курсанты уделяли строевой подготовке не менее двух часов. Движения максимально оточены. Хотя на лицах заметно волнение. Отрабатывают шаг и будущие летчики. Мы выбираем достойных. Конечно, в составе парадного расчета нет двоечников, каких-нибудь нарушителей дисциплины. Те люди, которые могут двигаться строевым шагом, потому что это тоже немаловажно. Это должен быть человек скоординированный. У него должны быть способности к этому. На время репетиции парада пришлось даже частично перекрыть движение на Ленинском проспекте. Под звуки духового оркестра прошли почти полторы тысячи человек. Это военные, сотрудники полиции, курсанты БИИ, кадеты, юнормейцы, члены Росгвардии. Всего 18 парадных расчетов и военная техника. Кстати, генеральная репетиция парада в Барнауле прошла в один день с репетицией парада на главной площади страны. На генеральной репетиции не обошлось без заминок и пауз. Но, кажется, на это даже никто не обратил внимания. Гордость. Гордость прям за них. Конечно, гордость. Конечно, гордость за него и вообще за Россию, что у нас есть еще вот такие прекрасные парады. Парадные расчеты начали оттачивать строевой шаг и синхронность движения еще 19 апреля, чтобы завтра достойно пройти перед ветеранами и тысячами зрителей. Парад победы начнется в 10 часов утра 9 мая на площади Советов. И здесь же пройдет шествие бессмертного полка. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Лучших медсестру и акушерку выбрали в стационаре Алтайского центра охраны материнства и детства. В честь профессиональных праздников им вручат денежные премии. С лучшими в своем деле познакомилась наша съемочная группа. Светлана Снегирева помогла появиться на свет нескольким сотням малышей. Женщин работает акушеркой уже 37 лет. Она ежедневно заботится о 30 молодых мамах и их детях. Акушерка, она же стоит у истоков рождения новой жизни. То есть она слышит крик первый, дыхание слышит ребеночка, видит счастливые глаза родителей. Ну, не это ли счастье? Такое счастье для Светланы Петровны – дело семейное. Две ее сестры тоже работают в медицинской сфере, а вот дети занимаются точными науками. Поэтому старшая акушерка надеется, что медицинскую династию продолжат внуки. Пока же учит пациентов, казалось бы, элементарным вещам. Отличный специалист. Сегодня утром, когда я поступила сюда, ко мне сразу же пришли. Мне сразу все показали, рассказали. Точнее, напомнили мне. Все-таки, как бы, большая разница у детей. Напомнили, как пеленать, напомнили, как кормить, напомнили, как ухаживать за ребеночком. 5 мая по всему миру отмечали день акушерки. 12 мая – праздник у медицинских сестер. В Центре охраны материнства и детства в честь этих праздников решили поощрить лучших представителей профессии, вручить денежные премии. Выбирали пациенты. Мы решили провести конкурс, в котором бы голосовали именно пациенты, мамы и ухаживающие за своими новорожденными детьми, чтобы оценить именно работу среднего медицинского персонала. С лучшей акушеркой мы вас уже познакомили. А вот лучшая медицинская сестра – Ирина Лукьяненко. Ежедневный осмотр новорожденных с экстремально низкой массой тела, массаж, умывание, помощь молодым мамам – все это входит в ее обязанности. В профессии она уже 33 года. Число детей, о которых заботилось, уже сотни. В профессию Ирина Петровна уверена, ее привела судьба. У нас был медучилище, один единственный набор и одна группа детских медсестер. И то есть нас выпустили в 1986 году и все. Потом убрали эту группу. Больше она не существует. С ней разговариваешь, наверное, как с мамой. То есть это такой старший помощник, который где-то может и наругать то, что там неправильно держишь, неправильно кормишь, неправильно что-то делаешь. О скорой награде ни Ирина Лукьяненко, ни Светлана Снегирева еще не знают. За ежедневную работу их отблагодарят только в День медицинского работника – 16 июня. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком. Барнаул готовится к открытию чемпионата мира по хоккею. Специально для этого на одном из самых больших экранов города будет организована трансляция всех матчей отечественной дружины. Команда Ильи Воробьева начнет поход за золотом 10 мая матчем против норвежцев. Стартовый свисток прозвучит в 21 час 15 минут по барнаульскому времени. Эту встречу, как и все другие игры группового этапа и плей-офф, жители и гости краевой столицы смогут увидеть на уличном экране торгового центра «Арена». Всего же на предварительном этапе сборной России проведет 7 матчей. Заключительный сыграют 21 мая, затем начнется серия игр на вылет. Красную машину называют одним из явных фаворитов главного турнира года, который пройдет в этом году в Словакии. Организаторы барнаульской трансляции ожидают несколько тысяч зрителей, и для них будут открыты пункты питания, вход на площадку бесплатный. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». А у меня на этом все новости. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok